Добрый день, здравствуйте! Сегодня с вами приготовим халву из манной крупы и кунжута. Для этого нам понадобится кунжут, манная крупа, сахарный песок, сливочное масло и вода. Сковородку подогреем и растопим масло. Если масло у вас комнатной температуры, возьмите 2 полные ложки, столовые ложки масла или же 150 грамм отмерьте на весах. Теперь добавляем сюда манную крупу и хорошенечко перемешиваем до тех пор, пока манная крупа впитает в себя всю жидкость, все масло. Жарим 2 минуты на хорошем огне, постоянно помешиваем. Если не мешать, то обязательно подгорит. Теперь нужно будет добавить сюда кунжут. Добавляем кунжут и жарим еще 2 минуты. Теперь убавим огонь. После того, как пройдут 2 минуты, будем добавлять сахар. Сколько же сахара надо добавлять сюда? Добавляем полторы стакана. Стаканы у нас 200 граммовые. То есть, если вы добавляли 2 стакана манки, то полтора стакана сахара. И опять же жарим это все. Жарим уже 1 минуту до тех пор, пока вы почувствуете, что оно как бы прихватило. Вот так сахар стал немножечко подтаивать, как будто карамелизоваться. Тогда начинаем наливать воду. Налили воду, перемешали, выключили огонь и накрыли крышкой. Как видите, водой тоже полтора стакана. Сильно кипятить не надо, потому что манная крупа, она в любом случае вберет в себя эту воду. Ну что ж, мы дали ему остыть. Оно стало уже податливое. Такое, что мы с него можем скрутить шарики. Теперь я скручивать буду шарики. Хотите, обваляйте опять в кунжуте. Хотите, обсыпьте эти шарики кунжутом. В любом случае, они будут очень вкусны. Но кунжут не забудьте, обязательно должен быть прожаренный. И выкладываем сервировочную тарелочку. Обычно хау готовят из муки, сахара, масла. Здесь вместо муки мы использовали манную крупу. Получается очень вкусно, полезно. Особенно в зимнее время для детей это очень хорошо. Но не увлекайтесь, так как все-таки здесь слишком много калорий. Ну, теперь немножечко просто приукрасим нашу сладость. Для этого я взяла лаваш. Из лаваша вырезала вот такие цветочки формочками. И беру орех. Вот таким образом наша халва приобрела такой немножечко другой вид. Подаем к столу, к свежезаваренному чаю. Готовьте и вы. Холодные зимние дни согреет вас и вашу душу. А я же хочу, чтобы вы обязательно поделились видео, поставили лайки или дизлайки, кому как нравится. Если вам нравится канал, то подписывайтесь. И желаю всем удачи, счастья, благополучия. Дай Бог всем добра и счастья. А пока хочу попрощаться с вами. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока. Увидимся. До свидания.